Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Еремен Татьяна Владимировна. Я являюсь кандидатом экономических наук, заместителем директора Института Первой Академии Медиа РЭУ имени Плеханова. Сегодня представляю вашему вниманию курсы повышения квалификации, управления общественным мнением, тенденции, методики и подходы. Ни для кого не секрет, что современная организация является частью большой внешней среды, куда входят потребители, поставщики, конкуренты, компании, которые формируют общественное мнение, то есть специальные компании, которые могут заниматься маркетингом, могут заниматься финансами. И вся эта внешняя среда, она периодически обладает таким свойством, как турбулентность. Вся эта внешняя среда относится к элементам социума, а значит складывается определенное мнение о деятельности компании. Важно понимать те инструменты, те технологии, которые используются для формирования общественного мнения на уровне, собственно говоря, социума и на уровне организации. Именно этому будут посвящены темы нашего курса. К целям и задачам курса относится следующее. Прежде всего цель. Цель это совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области управления общественным мнением. Для поставленной цели необходимо будет реализовать следующую задачу. Это сформировать понимание направлений формирования общественного мнения, изучить технологии формирования и управления общественным мнением. В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут знания, умения, навыки. А именно знания основных понятий в сфере СМИ, основных элементов коммуникационного процесса, категории общественного мнения как объекта и субъекта управления, подхода к организации, формирования имиджа и репутации, умения разработать антикризисные стратегии, определять факторы, влияющие на общественное мнение, использовать каналы средств массовой информации для эффективной коммуникации и в качестве основополагающего навыка применения технологии управления общественного мнения. Курс состоит из 10 модулей, названия которых вы можете видеть на слайде. Каждый модуль включает в себя лекционную часть, литературу, практическую часть, самостоятельную работу и тестовую часть. По изучению данных всех 10 модулей слушателям предлагается пройти итоговое тестирование. Приходите, будет интересно. Продолжение следует...